МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау и Семьбекова с урдоперевод Айгульском-Вековой. Сегодня в выпуске. Новогодние подарки. В ряде районов области к Новому году сданы в эксплуатацию новые социальные объекты. По труду и награда. Совершается сложный год с значимыми результатами. Невидимые бойцы невидимого фронта. Коротко о тех, кто делает эфир за кадром. В нынешний год испытания всего человечества пандемии коронавируса для казахстанцев выходом из затруднительной ситуации в экономическом и социальном плане стала программа «Дорожная карта занятости». Только в Микшиказахском районе за уходящий год было построено и отремонтировано более 100 социальных объектов, львиная доля которых приходится на сельскую местность. И вот в завершении года жители нескольких сел тоже получили большой подарок. В преддверии Нового года жителям села Бижанов сделали долгожданный подарок. Здесь спустя 45 лет возродили спортивный комплекс имени Кибека Ибраимова. В 70-е здание служило детско-юношеской спортивной школой. Однако в 90-х оно перешло в частные руки и долгое время пустовало. Возродить спортивный комплекс помог местный предприниматель Руслан Камердинов. Он выкупил здание в 2017 году и передал на баланс Акимата Бартугайского сельского округа. Теперь заниматься спортом здесь могут дети из населённых пунктов Малабай, Бижанов, Байсиит, Нура и Нурла. «В 90-е мы приходили сюда из соседнего аула, занимались боксом. После того, как школа закрылась, было очень печально. Я очень рад видеть, что в это здание вернули жизнь. Верю, что здесь воспитают ещё много чемпионов мировой величины и желаю, чтобы в каждом ауле была такая возможность заниматься спортом». Не менее радостное событие прошло в селе Кольдэ. Здесь состоялось открытие Дома культуры. Капитальный ремонт обошёлся в 215 миллионов тенге, провела его подрядная организация Нуршапагат. Проделанную работу оценил Аким района Куанышбек Кашкембаев. Поздравительной речью он отметил. Ремонт Дома культуры нацелен на более эффективное провождение досуга молодёжи. Здесь будут организованы кружки интересов, танцевальный класс и многое другое. По программе «Дорожная карта занятости» мы провели работу на 109 объектах. Среди них и этот Дом культуры в селе Кольдэ, который был построен ещё в 90-х. Также мы провели ремонт в действующем Доме культуры в районном центре города Эссык. В целом на реализацию социальных и инфраструктурных объектов было выделено порядка 9 миллиардов из областного и 7 миллиардов тенге из местного бюджета. Новый год в новом Доме культуры. В селе Черриёх-Памфиловского района состоялось открытие ДК после капитального ремонта. Развитие культуры для Алматинской области имеет огромное значение. За текущий год по программе «Дорожная карта занятости» через капитальный ремонт прошли порядка 50 ДК и сельских клубов. Один из таких – Дом культуры села Жирыёк, не видевший капитального ремонта 35 лет. Открытие Дома культуры после капитального ремонта стало настоящим праздником для местных жителей. Организована яркая церемония. Торжественно разрезать красную ленту прибыл Аким района. Жители нашего региона высоко ценят развитие культурной отрасли. Конечно, мы не могли их не поддержать. Большое спасибо Акиму области, чей вклад имел огромное значение. Сказал он в своём выступлении и заверил, что на следующий год будут запланированы новые работы по улучшению инфраструктуры села Жирыёк. Сельский Дом культуры построен в 1985 году. Капитального ремонта он не видел с года постройки. Теперь, благодаря программе дорожной карты занятости, он обрёл новую жизнь. Всего на это выделено более 180 миллионов тенге. Система отопления, электропроводка, каждое помещение и многое другое полностью обновлены. Благодаря расширению материально-технической базы появились 10 новых штатных единиц, уже занятых местными жителями. В Толдынском сельском округе где-то более миллиарда тенге было вложено инвестиций по дорожной карте занятости. Это строительство, капитальный ремонт школы, которая здесь у нас имеется, это капитальный ремонт дома культуры, это капитальный ремонт плотины на речке Юсёк. И мы посчитали, что в один только округ где-то около миллиард 150 миллионов тенге вложено с государственных средств. На основании этого мы смогли в этом году очень много людей устроить на постоянные, на временные, открыть рабочие места. Сейчас дом культуры, конечно, функционировать не будет, но вы видели, что все оборудование уже завезено, сейчас будем устанавливать все это дело, и чтобы по окончании пандемии этот дом культуры заработал. Местные жители искренне рады происходящим в селе и округе улучшениям, особенно отремонтированным школе и Дому культуры, помещения которых теперь не узнать. К Новому году нашему селу преподнесли прекраснейший подарок. Спасибо огромное руководству района и области. Теперь наши дети и внуки смогут посещать различные кружки и культурно просвещаться в полностью отремонтированном здании. Я желаю нашему селу процветания и поздравляю всех с наступающим Новым годом. У местных жителей есть ещё один повод для радости. В следующем году планируется обновление сельских дорог и отрезков районного значения. Новый год, новый дом, новая больница. Ключи от долгожданных квартир получили 30 семей из Карасайского района. Советные квадратные метры обрели работники госструктур, очередники, неполные и многодетные семьи. А в соседнем селе Эргелия радость в каждой семье. 60,5 квадратных метров счастья. Асель уже точно знает, как обустроить свою двухкомнатную квартиру. Собственного жилья молодая медсестра прождала в очереди более пяти лет. Говорит, что за будущее своих четверых детей уже не беспокоится. В очереди я стояла с 2015 года. И сегодня по программе «Шанрак» я наконец-то получила жильё. Это большой подарок. Теперь Новый год встретим в собственной квартире. Хочу сказать спасибо Акиму района, президенту, строителям и пожелать счастья и здоровья в следующем году. Дом в семь этажей. Жилет с каждого этажа может подниматься и спускаться на лифте, что особенно удобно для инвалидов и людей преклонного возраста. Отметим и расположение многоэтажки. Это престижный район Карлгаш города Каскелен. Здесь в шаговой доступности детский сад, школа и магазины. Учтены и парковочные места. Начало для обустройства счастливых новосёлов уже положено. Здесь выполнена современная отделка, установлены кухонные плиты, газовое и сантехническое оборудование. На этот 50-ти квартирный дом было выделено более 500 миллионов тенге. В начале этого месяца мы сдали ещё 40-квартирный дом. В 30-ти из них уже заселились жильцы. Все эти проекты воплотились благодаря поддержке Акима Алматинской области и правительства. Хотелось бы отметить, что и в следующем году в районе Омерзак достроится жильё на 520 квартир. Тем временем у жителей села Иргеле радость в каждой семье. Открылась новая амбулатория на 100 посещений в день. Учитывая плотность населения села, своё медучреждение его жителям было нужно давно. И вот планы воплотились в реальность. Двухэтажное здание вместило кабинеты стоматолога, гинеколога и врачей общей практики и узкой специализации. Для тщательного обследования организма установили аппараты ЭКГ и УЗИ. Снабдили комнату физиотерапии. Имеется отделение для приёма детей. На это всё выделено более 400 миллионов тенге. Строение строилось по всем современным стандартам. Как вы сами убедились, палаты просторные, удобные для пациентов. Здесь также есть дневной стационар. В ближайшее время к своей работе приступят только высококвалифицированные врачи. Всё это делается для получения качественных медицинских услуг в регионе. Ещё ряд медучреждений в сёлах руководство Карасайского района планирует в следующем году. Одной из них, такая же амбулатория, будет в селе Долана. Средства из бюджета уже выделены. Руслан Нурмуханбетов, Ержан Дюсен, Телеканал ЖИЦУ. Медицина становится ближе к населению. По поручению главы государства здравоохранения должны быть не по одному на округ из нескольких сёл, а в каждом населённом пункте. И вот в преддверии Нового года состоялось открытие новой врачебной амбулатории в селе Нургисы Тлендива. Как и передали синоптики, температура воздуха за окном даже в дневное время в области опустилась ниже 10, а местами ниже 15 градусов по Цельсию. Однако даже мороз не стал препятствием радости жителей села Нургисы Тлендива. Большинство из них пришли на открытие, чтобы первыми увидеть современное учреждение и его оснащение. Ведь старая амбулатория уже не успевала обслуживать поток населения. 3000 человек обращаются сюда за медицинской помощью. В новой же амбулатории 25 кабинетов специалистов общей практики и узкой направленности. Общая площадь – 600 квадратных метров. «У нас раньше был медпункт. Было тесно, а теперь большая амбулатория. Она больше раз в пять. Работают здесь 15 специалистов. Много нового оборудования. Электрокардиограф установили. В каждом кабинете у каждого специалиста компьютер. Оснащен гинекологический кабинет и впервые в истории нашего села появился стоматологический кабинет. Одним словом, теперь мы оснащены по последнему слову техники». Увеличение средней продолжительности жизни, а значит и улучшение здоровья населения – государственная программа. Соответственно, на строительство медучреждений выделяются колоссальные бюджетные средства. В этом году ряд объектов здравоохранения прошел реконструкцию или построен, что называется, с нуля в рамках дорожной карты занятости. Только на возведение амбулатории в селе Нургисыд-Лендеева выделен 331 миллион. Трудоустроено было 19 человек. «Конечно, очень рады, что здоровье населения уделяется такое большое внимание и взрослым, и детям». На сегодня в Ильском районе действуют уже 34 объекта здравоохранения. В следующем году радость ждет жителей села Косузен, где уже запроектирована и запланирована новая амбулатория, и жителей райцентра, где будет построен роддом. Побег пьяного судоисполнителя от полицейских попал на видео в Уральске. Автомобиль правонарушителя был водворен на штрафстоянку. В отношении 33-летнего жителя Уральска сотрудниками полиции были составлены протоколы по статьям 613 и 230 КОАП РК. При задержании водителя полицейским пришлось применить наручники, так как мужчина оказывал сопротивление, пытался убежать и оскорблял силовиков. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился судоисполнитель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО Алтенбек Бекмухамбетов. Заместитель руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Западно-Казахстанской области Адель Сюнтиев рассказал, что их сотрудник, устроивший побег от полицейских, скорее всего, будет исключен из палаты. Дополнительное количество реанимобилей поступило на станцию скорой медпомощи Нурсултана. По информации Акимата столицы, машины оснащены всем необходимым оборудованием, что позволяет оказывать интенсивную терапию как на месте вызова, так и при транспортировке пациента в стационар. Отметим, что менее чем за год автопарк станции скорой медпомощи увеличился почти в 2,5 раза. Осенью ключи от новых специализированных машин вручил Аким города Алтай-Кульгинов. Таким образом, сейчас на балансе службы скорой медицинской помощи Нурсултана имеется 129 машин. Ежегодно ГССМП обслуживает более 600 тысяч вызовов. Тур с риском. Казахстанские туристы раскупили путевки на заграничные курорты, чтобы встретить там Новый год, сообщает 31 канал. Турагенты сообщили, что лайнеры, вылетающие из Казахстана в праздничные дни, переполнены. Билеты начали бронировать еще в августе. Расписание авиарейсов с 30 декабря по 5 января вылетающих из Казахстана за границу уже сформировано. Распланировано более 50 рейсов в 12 стран мира. Самыми востребованными стали чартерные по горящим турам. Представители агентств говорят, что пандемия и карантин казахстанцев не пугают. Больше всего граждане предпочитают поездки на Мальдивы, в Египет, Турцию и Эмираты. При этом казахстанцев предупредили, что из-за коронавируса лучше воздержаться от поездок за пределы страны без крайней необходимости. Камера «Мотор». В период пандемии на передовой наравне с врачами и полицейскими находятся и журналисты. Несмотря на реальную опасность подхватить смертоносный вирус, корреспондент на печатных и электронных СМИ ежедневно выполняют редакционные задания и доносят до граждан самые свежие новости. В преддверии праздника мы решили подвести итоги работ телеканала ЖТСУ за 2020 год. Дамир Анитов расскажет, чем же год крысы запомнился работникам регионального ТВ. В любую погоду и время суток – таков девиз корреспондентов телеканала ЖТСУ. Ежедневно журналисты регионального ТВ освещают самые актуальные события региона. И даже сегодня в условиях введенного карантинного режима, когда большинство людей находится на самоизоляции, мы продолжаем работать. Год железной крысы проверил журналистов телеканала ЖТСУ на прочность. Работать приходилось в самых экстремальных условиях. Ежедневно каждый из нас подвергал себя риску. Старания представителей СМИ не остались незамеченными. В этом году корреспонденты телеканала ЖТСУ удостоились ряда наград, как областного, так и республиканского значения. Пожалуй, одной из самых значимых можно назвать премию за вклад в развитие СМИ от главы государства, руководителю телеканала ЖТСУ Серку Сарбаеву. Действительно, 2020 год выдался очень сложным не только для нашей области, но и мира в целом. Мы, как журналисты на передовой в борьбе с COVID-19, хотелось бы отметить, наше телевидение ни на один день не останавливало работу. Трудились в режиме нон-стоп. Ежедневно у нас в эфире проходили такие программы, как «Быгун» сегодня прямой эфир. Совместно с врачами рассказывали телезрителям, какие меры нужно предпринять, чтобы предостеречь себя. Это всё для вас, наши телезрители. Много наших сотрудников удостоились различных наград в этом году. Мы ими очень гордимся. Они профессионалы своего дела. В следующем году продолжим работать в том же ключе. Планируем открыть ещё несколько новых передач. Словом, работы предостаточно. В этом году глава государства Хасым Жамор Токаев учредил особую награду – медаль «Халак Алгысы». Она вручается представителям различных сфер за вклад в борьбу с COVID-19. К слову, этой значимой государственной наградой удостоились 15 журналистов региона. Примечательно, что почти половина из них – корреспонденты телеканала «Житсу». «Халак Алгысы» для меня действительно очень ценная награда, поскольку она вышла в этом году по указу президента нашей страны. Во-вторых, я сделала вроде бы не такую грандиозную работу, выполнила, как я думаю. Но руководство, мои коллеги оценили мой труд, когда во время пандемии каждый день без остановки мы проводили прямые эфиры, постарались как-то помочь людям, своим коллегам. И я, конечно, благодарна, что вот такую высокую оценку дали моей работе». Отличились мои коллеги на престижной премии «Самгау». Сразу девять творческих работников областного ТВ удостоили заветной статуэтки, тем самым превзойдя свой прошлогодний успех. В числе победителей молодая, но уже мастеровитая Санья Байтарова. Корреспондент телеканала «Житсу» в своей программе «Арнай-репортаж» освещает самые актуальные и животрепещущие темы. «Когда меня выбрали лучшим тележурналистом Алматинской области, я почувствовала двойную ответственность перед телезрителями, так как теперь они будут ждать от меня еще лучшего результата. Это моя первая серьезная награда и думаю, что не последняя. Я буду работать, не покладая рук еще больше, чтобы добиться успехов». Вот статуэтку я специально поставила у себя на рабочем столе. Она меня мотивирует. Когда у меня творческий кризис, я смотрю на нее и вдохновляюсь, и появляется желание творить. Журналисты региона всегда там, где кипит работа. Кроме тем о карантине и ставшей уже привычной ковид-19, вестники новостей освещают и другие значимые события. Алексей Цой держит руку на пульсе спортивных новостей региона. Молодой парень уже удостоился ряда престижных наград за вклад в освещение спортивных мероприятий региона. «Я и мои коллеги стараемся освещать жизнь области. И действительно немного страшно работать, потому что коронавирус сейчас везде, и он не щадит ни журналистов, вообще никого. Но мы, конечно, соблюдаем санитарные меры. Мы работаем в режиме нон-стоп, и в праздники, и в выходные, и в ночное время суток бывает работаем. Я думаю, что наша цель – это своевременно подать информацию зрителям». Представители региональной телерадиокомпании и дальше намерены радовать своих телезрителей остросюжетными материалами. Наша задача – обеспечить востребованный контент. И для этого мы готовы работать в любое время года и в любое время суток, говорят мои коллеги. Многочисленных наград за работу в период пандемии в большинстве удостоились сотрудники, остающиеся за кадром. Ведь телевидение – это не только картинка на экране. Помимо журналистов и ведущих, над созданием эфира трудится множество истинных профессионалов своего дела. Поток, конвейер – единый механизм, в котором каждый исполняет свои обязанности. Сегодня наш корреспондент расскажет о невидимых работниках телеканала ЖТСУ, которые на протяжении всего года создавали для вас, зрителей, программы, передачи, ролики, шоу, фильмы и новости. О магах с окулисья телевизионного обещания поведает Алексей Цой. Эту комнату называют эфиркой. Здесь работают самые преданные зрители телеканала ЖТСУ. Ежедневно 24 на 7 они следят за технической частью эфира. Собирают все передачи воедино, формируют плейлист телеканала и выпускают на экран. Аппаратно-студийный комплекс. Здесь записывают практически все программы и передачи телеканала ЖТСУ. За качество выпускаемого продукта отвечают сразу несколько человек. Режиссер, видеоинженер, звукорежиссер, студийный оператор и телесуфлер. Всем им отведена важная миссия. Работаю здесь я не одна. Здесь командная работа. Здесь со мной работают видеоинженеры, звукорежиссеры, суфлер, операторы. И у каждого своя задача в качественном виде выдавать в эфир, картины, программы. Ну, чисто моя работа. Я командую здесь всей командой. И выставлять картины, выдавать вовремя, в хорошем качестве сюжеты. По технической части мы сидим каждый звукорежиссер. Режиссер сидит за пультом. Звукорежиссеры отвечают за качество звука, выдавание хорошего звука. Как режиссер я выдаю картины. Также меняем камеры, ставим картины. Очень сложная и ответственная работа, потому что на прямых эфирах мы не имеем права ошибаться, потому что эфир выдается напрямую уже зрителям. Телевидение – это не только видео, но и звук. Работа звукорежиссера тоже ответственная. Все звуковое оформление телеканала, озвучки и даже этот голос – результат работы сотрудника дубляжа. У нас работа непростая. К нам приходят журналисты и озвучивают свои сюжеты. Например, сейчас читают новостной сюжет. После этого я чищу звук и отправляю в общий доступ на монтаж. Также мы готовим звуковое оформление на передаче, ведь каждое действие на экране должно сопровождаться характерным звуком. Собирают кадры, звуки, графику в один сюжет видеомонтажёры. На них лежит особая ответственность, чтобы материал журналиста заиграл новыми яркими красками. «Наша задача – правильно собрать весь отснятый материал. Для этого нам необходимо погрузиться в ту атмосферу, в которой участвовал оператор и журналист. Готовим сюжеты перед эфиром. В целом в день мы делаем примерно 30 новостных сюжетов. И это не считая программы и передачи». Важную роль в работе любого учреждения играет бухгалтерия, однако все её специалисты также всегда за кадром. Но обеспечивают важную функцию без перебойного планирования и распределения бюджета. Они отвечают за финансовую стабильность. «Поздравляю всех наших коллег, всех работников телеканала с наступающим Новым годом. Этот год для телеканала был очень тяжёлым. И не только для телеканала, для всего Казахстана, даже, можно сказать, для всего мира. Пусть все невзгоды, всё плохое останется в этом году. И Новый год для нас начнётся радостными красками, чтобы всегда у телеканала всё было на высшем уровне. Процветание нашему телеканалу». И это далеко не все сотрудники, которые трудятся над эфиром. 21 год назад, когда канал делал первые шаги, в штате было чуть больше 40 сотрудников. Сегодня телеканал ЖТСУ представлен новейшим оборудованием и составом сотрудников около 180 человек. И здесь, как в симфоническом оркестре, вроде бы у каждого своя роль, но они должны быть исполнены в унисон. Это ваш ежедневный эфир. Массовая вакцинация от коронавируса в Беларуси началась раньше, чем планировалось. В Минздраве страны сообщили, что на первом этапе российскую вакцину «Спутник Ви» получат 200 тысяч человек, уязвимые с точки зрения эпидемиологического процесса категории населения, среди которых работники медицины, образования, торговли. Регистрационное удостоверение препарату было выдано 21 декабря. Первые зарубежные клинические исследования «Спутника Ви» также начались на территории Белоруссии. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, у населения будет возможность выбирать из 5-6 препаратов. Он также заявил, что сам прививаться не будет, так как у него уже выработан иммунитет после перенесенной им летом коронавирусной инфекции. Еще одно землетрясение, более мощное, чем накануне, произошло во вторник в Хорватии после полудня. Сила подземных толчков составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр вновь располагался недалеко от города Петриня, в 46 километрах от столицы города Загреба. Очаг залегал на 5-километровой глубине. Отголоски ощутили по всей стране, а также в Венгрии, Австрии и Италии. В соседней Словении была временно остановлена работа АЭС «Крышко». В Петрине обрушились и были повреждены многие здания, в том числе местная больница и детский сад. СМИ сообщают о гибели одного ребенка. В Загребе многие жители покинули свои дома, нанесен ущерб некоторым зданиям. В ликвидации последствий землетрясения задействована армия. Специалисты предупреждают о возможных афтершоках. Ситуация в Нагорном Карабахе и Ливии значилась в повестке дня, прошедшей в Сочи встречи министров иностранных дел России и Турции. По итогам переговоров подтвердили намерение развивать военно-техническое сотрудничество, несмотря на санкции со стороны Америки. Ранее США ввели санкции в отношении группы турецких лиц из-за приобретения анкорой российских зенитных ракетных систем С-400. Их поставки в Турцию начались летом прошлого года. США предлагали отказаться от сделки и приобрести американский комплекс «Патриот». В Москве и Анкаре позицию американцев сочли незаконной. Неделю назад турецкий министр обороны Турции выразил надежду, что Вашингтон ее пересмотрит. Шестикратный чемпион мира по гиревому спорту и второй в Казахстане обладатель золотой гири, дважды установивший мировой рекорд среди ветеранов Шумахан Кузбаев приступил к подготовке на чемпионат Алматинской области. Это соревнование станет первым этапом на пути к чемпионскому золоту, которое спортсмен планирует завоевать в седьмой раз. В этом году ветерану спорта из-за пандемии коронавируса выступить на чемпионате мира не удалось. Однако герой семеречья не унывает и неустанно тренируется. По словам Шумахана Кузбаева, его физические возможности значительно выросли. В 2021 году обещают провести все соревнования, которые не состоялись в этом. Чемпионат Алматинской области, чемпионат Казахстана, Азии и мира. Обещаю в следующем году в каждом соревновании завоевать первое место. Я уверен в своих силах, так как дома я не сидел сложа руки, а упорно тренировался. И в завершении выпуска департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области со ссылкой на Казгидромет предупреждает, что с 21 часа 1 января и до 21 часа 2 января на территории Алматинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 25, на севере региона до минус 30. ДЧС убедительно призывает следить за погодой и соблюдать меры предосторожности. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова